Друзья, всем привет! Ровно месяц назад мы были на факультете ИТИАПТ, и у нас родился новый проект, который называется Дневник ФНТВ – специальный выпуск. Прошел месяц, мы снова вернулись на факультет, здесь много всего интересного происходит, сегодня нас ждали в гости. Ну что, Борис, поехали! Вторая серия! Открой мое расписание! Инициативная группа студентов, которая разделилась по направлениям, которая реализовала и на базе искусственного интеллекта, продукты, которые можно тиражировать, ну вот и с информационной безопасностью. Вместо лабораторий мы сегодня откроем. А сейчас проходит мастер-класс «19 способов проникновения, современных способов проникновения в информационную систему крупных компаний». Ну и вот пришел эксперт рынка. Вообще, пятница у нас день встреч, каждую пятницу с мам приходит, да, руководитель компании, какой-то популярный стартапер, даже замминистр бывает по ИТ, и которые прокачивают ребят, таким образом мы находим точки роста. У нас будет доклад бывшего Виктора Алексеевича научной, сугубой научной по экономике. Использование цифровой математики. Основной риск цифровой математики, он диалетичен. Для факультета информационной технологии возникает некоторая конкуренция с нами. То есть мы распространяем цифровую математику на экономистов, на финансистов, мы преподаем язык ВЕР, питон и так далее. И фактически тогда в наших услугах становится все меньше и меньше. Никто не будет бегать за математиком для элементарной задачи, и даже не для элементарной задачи. И сегодня мир хочет на уровне других специалистов, финансистов, экономистов актуальны, и так далее хотят решать задачи сами, хотят прекрасно математики сами. И здесь можно было бы увидеть и слово конкуренция, потому что цифровая цифровая математика – это конкуренция, причем здоровая конкуренция. Возникает идея экологии и культур, когда сегодня математик не является на вершине пирамиды, а развитие цифровых методов как раз восстанавливает все старые скулы. То есть это хорошо. Мы без работы не останемся, это точно. А отдать работу другим – это не милое дело. Продолжилась наша встреча здесь, в новой лаборатории кибербезопасности на факультете. Вопрос очень актуальный и важный. Пойдемте заглянем. Сейчас огромное количество непониманий и вопросов, связанных с использованием электронной подписи. Никто не понимает, что такое хеширование, асимметричное, асимметричное, зачем нужны открытые коды и закрытые коды, как это друг с другом сопрягается. То есть не нужно до деталей, но нужно понимать, что из этого ты должен хранить конкуренциально, почему именно так, как часто меняются, основу подхода к парольной политике организации. Вот все вот это вот, ну и… Ну и конечно мы не могли не заглянуть в нашу любимую лабораторию робототехники. На основе этих значений, которые мы вводим в нашу программу… Ну мы поняли, что по направлению робототехники нужны партнеры, и мы начали партнериться со школами близлежащими, благо район порядка 15 школ включает, вот, и мы нашли точки роста на совместных проектах. Вот ребята сейчас в данный момент защищают проекты по робототехнике, инжинирингу, программированию, да? Едем дальше. Чистые экономисты сейчас не очень востребованы рынком труда. Поэтому мы вуз, который топовый, вуз, который работает в условиях особенно высокой конкуренции, и мы флагманский вуз. Поэтому вот эти вот тренды мы должны ловить, должны смотреть, что называется, за горизонт, а что нужно будет завтра, послезавтра. И мы видим, что именно комбинированные профессии сейчас востребуют. Комбинированные и новые. Например, даже такие экзотические, как тренд-вотчер. То есть это может быть не профессия, но суть ее такая. Поэтому вот мы отвечаем. Мы подходим очень осмысленно к этому открытию. Нет задачи открыть лабораторию техническую или технологическую. Мы хотим сделать это в сутевом порядке. То есть мы хотим встроить и программу обучения на уровне студентов, и программу обучения на уровне ДПО. И продлить этот цикл обучения до региональной нашей сети. Вот это очень важно. Потому что проникновение устройств на этой платформе, оно уже состоялось по всей России. И в настоящий момент их сотни тысяч устройств уже произведено и находятся в работе. Но вот наша задача создать некоторый смысл такой центр компетенции. Павел Ильич, спасибо вам за то, что вот это партнерство отстраивается. Потому что тот тренд, который мы реализуем в УЗИ, он задан и президентом, и правительством технологический суверенитет. Технологический суверенитет – это то, что требует и отечественного железа, и отечественного софта, если говорить о сфере IT. И то, что делаете вы многие годы и ваша компания – это как раз то, что сейчас самый топ по востребованности. То, что вот вы выбрали нас своим партнером – огромная вам за это благодарность. И я думаю, что у нас все должно получиться. Я надеюсь, что лаборатория поможет нам в создании и компетенции, и кадров, и распространения, как было сказано, региона. И создание здесь уже платформы для образования, для развития компетенции. Мы очень хотим стать центром тестирования отечественного программного обеспечения, не просто разработанного под силами отечественных разработчиков, но в экосистеме, отечественной операционной системе, отечественных устройств полного цикла. И в этом плане это не какая-то узкая история про разработку приложений, про программирование. Это очень мультисциплинарная история всегда. Это связка и с информационной безопасностью, и с бизнес-информатикой, потому что мы хотим продукты создавать, а не просто какие-то программные решения. Ну и, естественно, это связка с робототехническими системами. Вот вы видели лабораторию робототехники. Мы хотим ее тоже комплексно развивать. Прямо на устройстве они могут управлять роботом, если они хотят. Прямо вот с этого терминала это будет подключено. То есть это фактически как постоянно подключенный мобильный компьютер. Но что еще интересно? Что если мы раздаем такие устройства и подключаем к ним преподавателей, сюда вписываем электронные подписи, фиксируем, то полный контроль над экзаменами, оценками и всем. Да, у нас с Vision Labs есть библиотека, которая позволяет распознавать. То есть студент может, его могут устройства опознать для выполнения заданий. Это тоже возможный сценарий. У нас такие, кстати, есть инфоматы. Как уже говорилось, технологический суверенитет, это, конечно же, прежде всего, сами технологии, микроэлектроника, это даже редкоземельные материалы. Это все часть технологического ядра. Но без кадров и компетенций, что очень важно, просто кадры – это хорошо, но не разбирающиеся в коде, не разбирающиеся в технологиях – это совершенно другое. Поэтому нужно вкладываться, это долгий путь. И я надеюсь, что вместе мы его пройдем. Это не на один год. То есть выпускники этой лаборатории, конечно, должны будут еще много лет погружаться в различные комплементарные технологии. Но на выходе мы получим много специалистов, которые могут как разрабатывать приложение, так и участвовать в написании непосредственно самой системы и ее отдельных компаний. Вот это, надеюсь, произойдет. Помните, в первой серии мы встретили Николая. Сейчас тут будут кадры о том, как мы его встретили. Прошел месяц. В общем, рок-клуб факультета ИТА состоялся. Коля собрал группу. Вот сейчас премьера перед ректором. Пойдемте глянуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень хотелось в факультет вдохнуть еще больше драйв. Начиная от внешнего антуража. То есть, когда ты входишь, чтобы это было понятно, что это именно факультет информационных технологий и анализа больших данных, а не какой-то любой другой. То есть, начиная от этой идентификации, с этой интерактивной доской, где можно по мановению руки вызвать то расписание, то какие-то ивенты, то какие-то презентации, заканчивая, конечно, тем, что мы сегодня здесь видели. А видели мы сегодня многое и открыли очень интересную, очень важную для нас лабораторию, которая будет, я надеюсь, продвигать бренд отечественной мобильной информационной системы под названием «Аврора». Мы сегодня видели и такую питч-сессию своего рода, когда представители из бизнеса, ведущие эксперты приходят на факультет и, что называется, в режиме open talk, прямого диалога рассказывают что-то студентам, что наиболее актуально вот в данный момент, как вот сегодня, например, речь шла о киберугрозах. Мы открыли еще одну лабораторию «Эшелон», лабораторию по кибербезопасности. Это тоже важнейшее направление развития факультета и вуза в целом, и также и среднего образования в этой сфере. Ну и, что меня очень радует, я активно выступаю и буду выступать за математизацию образования. Я считаю, что подготовка современных экономистов, финансистов невозможна без цифровизации, без IT, но и без математики, без серьезного математического аппарата. Поэтому у нас теперь здесь недавно состоялось новоселье, и департамент математики также теперь размещается здесь, и не только размещается, а он инкорпорируется в учебный процесс. И вот то, что мы сегодня видели, вырабатывается новая школа в финансовом университете, школа цифровой математики. И сюда же мы добавляем еще существующую школу системного анализа в экономике для того, чтобы нам действительно долгосрочное первенство в этой сфере попытаться завоевать и в дальнейшем удерживать. Ну и, конечно, очень здорово, что сейчас вот ребята тоже раскрепостились, и у них есть возможность новых форм самореализации. Вот то, что действительно за месяц сами создали эту рок-группу, здорово, рок-клуб, здорово, потому что я считаю, что настоящий специалист, он должен самореализовываться не только в профессии, но и в творчестве. Поэтому удачи нашему факультету, новых успехов в будущем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова